Дамы и господа, приветствую! Меня зовут Денис Зайченко. И у меня опрос. Где лучше всего провести презентацию своего первого смартфона с выдвижной камерой, да еще и потенциального бестселлера из-за своей ультрадемократичной цены? Если судить по мероприятию в честь приезда в Украину смартфона Huawei P Smart Z, то теплоход вроде с рибной хвыли – идеальный вариант. Презентация, проходящая на спокойных водах Днепра в течение нескольких изумительных часов, была ведомо актуальным главой Huawei Украины Алланом Ченом, а также национальным тренером Huawei Александром Иванком. После краткой сводки по статистике, если точнее, то продажи серии P30 сумасшедшие по кейсу в США все нормально, Huawei не политическая партия, а производитель техники, повествование перешло непосредственно к теме нового смартфона. Главное и ключевое преимущество Huawei P Smart Z – дисплей без вырезов, каплевидных или бравиподобных. Чистый экран, занимающий 91% переднее из стороны корпуса. Рамка сверху и по бокам минимальна, нижняя рамка чуть более заметна, внутренние углы экрана закруглены. Плюс защита дисплея с сертификацией TUV Rheinland. Интересен также корпус новинки, который выполнен из качественного пластика и стекла сзади. Оформление корпуса двухтональное, нижняя большая часть темная, верхняя с камерами и сканером отпечатков светлая. Цветов на выбор 3 – зеленый, синий и черный. В случае последнего двухтональность цвета заметно меньше всего. В рой системы на чипе выступает HiSilicon Kirin 710F. Это слегка модифицированная в лучшую сторону версия 710, зарабатывающая около 140 тысяч очков в Antutu. Заявлена также поддержка технологии ускорения и графики GPU Turbo 2.0, а также GPU Turbo 3.0, которая прилетит обновлением чуть позже. Кстати, в подарок к смартфону будут идти 650 гривен для внутриигровых покупок в проекте Game of Sultans. Оперативки 4 гигабайта, постоянной памяти 64. Плюс поддержка карт памяти в гибридном слоте вместо второй наносим. В плане коммуникаций не придерешься, разве что к Bluetooth 4.2, что вполне очевидно связано с годичной давности системой на чипе. Зато имеется поддержка 4G LTE, Wi-Fi четвертого поколения, даже USB Type-C, мини-джек и NFC. Ну и камера очевидна. Основная 16 мегапикселей f1.8+, модуль на 2 мегапикселя для определения глубины сцены f2.4. Имеется довольно серьезный улучшайзер силами искусственного интеллекта и распознавания сцен, а также визуальное распознавание информации за счет технологии HiVision. Фронталка в выдвигающемся из корпуса моторизированном блоке 16 мегапикселей f2.2. Заявленная поддержка Fusion Pixel для большей детализации селфи. Моторизированный блок камеры имеет ресурс 100 тысяч срабатываний. Из особенностей смартфона, связанных с фронталкой, отсутствие поддержки распознавания лица для разблокировки устройства. По понятным причинам, она работала бы медленно из-за конструкции камеры. Но в вопросе авторизации на помощь пользователю приходит ультра-быстрый сканер отпечатков, который расположен на задней части корпуса. Операционная система у смартфона Android 9.0 актуальная, под соусом оболочки MUI 9.0. Емкость аккумулятора смартфона Huawei P Smart Z составляет 4000 мАч, что для среднебюджетного смартфона очень даже хорошо. Ну и цены. 7999 гривен или около 300 долларов США за единственный доступный вариант 4,64 гигабайта. Плюс до 21 июля 2019 года при покупке смартфона в подарок будет идти фитнес-браслет Huawei Band A2. Смартфон доступен в продаже уже с сегодняшнего дня. И на этом, пожалуй, все. В комментариях не забудьте написать, интересен ли вам такой смартфон с выдвигающейся камерой и нормальная ли для вас цена. Не забудьте также нажимать на лайки, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Разумеется, если вам понравилось это. Если не понравилось, сожалею. И надеюсь, что следующее видео вам понравится больше. За всем откланяюсь. С вами был Денис Зайченко. До связи, мои господа. До связи.